Приветствую вас, Лиза. Проблема, которую описывает автор вопроса, заключается в том, что сильные чувства у неё с её партнёром на протяжении четырёх лет. Безумная страсть, безумное влечение, но в то же время у Лизы есть ощущение страха перед этими чувствами, чувство слияния, что она сливается со своим партнёром воедино, по её словам, и ощущение, что она скрыта и ранима. Также она говорит о том, что страсть её мужчины вызывает у неё и отторжение тоже. То есть, такая получается достаточно противоречивая ситуация. Соответственно, что с этим делать, спрашивает Лиза. Ну, в первую очередь, как мне кажется, на что нужно обратить внимание, это то, что сильных чувств мы всегда боимся. Это вообще нормально. Это нормальные чувства, они пугают. В этом нет ничего удивительного, в этом нет ничего аномального, это абсолютно нормально. Ну, на мой взгляд, кажется, что вы не имеете опыта проживания таких чувств, то есть как будто бы вот в вашем окружении, да, может быть, ну не было таких людей, которые интересовались, например, вы, вашими эмоциями, вашей жизнью, вот, то есть вы вот элементарно не привыкли к таким чувствам, вот. Нормально ли это? Да, это абсолютно нормально. И с чувствами, с вашими чувствами, нужно уметь обращаться. Сейчас вы не умеете с ними обращаться. Можно научиться с ними обращаться. Я бы, наверное, сказал бы неправду, если бы, если бы допустил, что это будет легко. То есть я бы, вот, в известной степени сказал бы неправду, если бы, вот, сказал, что это, ну, что легко научиться своими, чувствами, чувствами взаимодействовать, вот. Ну, пока, пока вы этого не сделаете, пока вы, вот, в этом направлении не будете двигаться, я боюсь, что так вы будете бежать от этих отношений. Собственно, а в чем же может быть причина того, что вы бежите? Ну, помимо того, что я уже сказал, здесь есть трудность отдаваться своим, ну, своим переживаниям, своим чувствам, то есть вы не привыкли отдаваться именно тому, что чувствуете. Потому что это тоже опыт, там, тоже навык. Это первое. Второе, это то, что в этом вы раскрываетесь. Если вы раскрываетесь в подобных проявлениях, в подобном контакте, если можно так выразиться, вы раскрываете. И вы раскрываете, как правило, те свои стороны, которые, ну, может быть, в любой другой ситуации. Либо скрываете, либо подавляете, либо делаете вид, что этого нет. Либо, либо, ну, что-то еще, да, то есть, как бы, в данном случае гадать я бы не хотел. Ну, потому что тут можно было бесконечно долго. Вот, ну, у вас, совершенно очевидно, что-то, что-то пуга. Вот, в том, что вы, ну, что вы описываете. Да, действительно, вы ранимы, можете быть ранимой в отношениях, да, действительно, вы можете быть уязвимой. Это нормально, абсолютно, абсолютно нормально. То, что вы можете быть ранимой. И с этим тоже, как мне кажется, нужно учиться обращать. С этим тоже, как мне кажется, нужно учиться взаимодействовать, не избегать от этого. А позволять этому быть, позволять этому находиться, ну, вот, в контакте. Поэтому самым лучшим способом решить проблему было бы для вас обращение к психологу, вот, на семейную. Консультацию на семейную психотерапию, вот, семейную не в плане, ну, не в плане того, что для семьи, а семейную в том смысле, что для пар. То есть тут вот очень важный момент именно, что вам нужна терапия для пар, где бы вы могли как раз таки вот разобрать свои страхи вместе с мужчиной, да. И проговорить их друг с другом, дабы себе разобраться. Ну, то есть в таком ключе, в таком контексте, я бы предложил вам подумать. Естественно, вы вольны выбирать сами, как будете действовать. Естественно, вы вольны выбирать сами, будете ли вы заниматься этим или нет. Естественно, вы вольны выбирать. Тратить ли вам на это свои ресурсы или нет. То есть это всё вы выбираете сами. Ну, заставлять вас никто не будет. Но если вы на самом деле хотите отношения сохранить, а вы вот как раз как-то вот не сказали, чего вы хотите-то. То необходимо, конечно, этим заниматься. Необходимо, конечно, вот в сторону развития своего опыта, обращения с чувствами, да. Развиваться. И, в принципе, в таком случае, долго результат себя не заставит ждать. Ну, и именно вот долго. То есть да, да, конечно, какое-то время на это вы потратите. Какое-то время вам понадобится для того, чтобы научиться. Какое-то время. Безусловно. Ну, как правило оно того стоит. Ну, как правило. Как правило. Как правило оно того стоит. Вот. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта и с точки зрения своих ценностей, которые у меня есть. Вот. Вот. Ваш парень абсолютно прав в том смысле, что действительно совершенно нормально испытывает какой-то страх. страх перед отношениями. Это абсолютно нормально. И дело здесь совершенно не в том, чтобы не испытывать этот страх. Ну, вообще. А дело здесь в том, чтобы учиться с ним взаимодействовать. Дело здесь не в том, чтобы выходить из состояния уязвимости. Вот. И становиться сильной. А дело в том, чтобы в этом состоянии уязвимости, ну, находить возможность оставаться собой. Быть собой. Быть собой. И делать счастливым себя и своего партнера. Вот это, мне кажется, такой вот принципиальный момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание. В целом, конечно, ваше отношение, ну, в какой-то степени напоминает скорее страсть, чем, ну, чем реальное отношение, да. Такие вот, я имею ввиду, зрелые и так далее. Ну, правда так же и в том, что они не обязаны, не обязаны быть какими-то. Поэтому более чем, более чем можно быть счастливыми в том, что у вас есть. Вот. Но для этого, повторюсь, нужно учиться в этом находиться. У вас этого нет, соответственно, вы боитесь, и это действительно нормально. Я не буду говорить о том, что вам, вам повезло, что у вас такой, такой мужчина, да, потому что, на мой взгляд, не в везении дела совершенно. Вот. Ну, опять, да, на мой, на мой взгляд, вот, дело не в везении, на мой взгляд и так далее. Ну, просто, вот так сложилось, у вас, вот, такой опыт, вот, возник, и, конечно же, отказываться от этого опыта, ну... не нужно, даже если, вот, завтра, например, все закончится. Вот. Вот. Хотя бы, хотя бы уже в месяц 4 года, это большой срок. Вот. Для людей, ну, вашей возрастной категории срок большой вдвойне. Так что вы в этом смысле молодцы. Единственное, единственное, вот единственное, на что хочется обратить внимание ваше, это на то, как вы можете, вот, снизить, если, конечно, хотите. Такой вот градус. Да? Накал. Ну, накал. Если хотите немножечко снизить, то что для этого нужно? Что для этого можно сделать? Ну, на самом деле, ничего сверхнеобычного, просто постараться связать себя, связать себя, свое общение, свое взаимодействие. Вот. Чем-то еще, помимо тех связующих звеньев, которые у вас есть сейчас. Вот. То есть, как-то вот на это обратить внимание. Было бы не лишнее. На мой взгляд. И дальше, я думаю, все. Будет налаживаться. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу Лиза. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Удачи!